Что такое познавать новое? Капец, приплыли. Что такое познавать новое? Ребята, блин, новое — это то, что вы ещё не знаете. Изучать, пробовать, идти делать то, что вы хотите, жить по импульсу. У меня есть желание, пойду это сделать. И не говорить себе, я не пойду, потому что мне не получится. Я ничего не знаю, но мне интересно вдохновить себя и узнать это. Каждый день делаем новые действия. Каждый день идём в свои страхи, каждый день идём в свои желания. То есть я хочу, и нет никаких препятствий для этого, я просто пойду и сделаю. Неважно, с какой попытки у меня это получится, но каждая попытка приближает вас к вашему желанию, она приближает вас. Ой, я уже даже не знаю, какими словами сказать, что такое познавать новое. Ваши решения на возникающие мысли всегда 9 из 10 осознанных. Такие, я не буду это делать, потому что мне страшно, я не умею, у меня не получится, я недостаточно хороший, я недостаточно умный, я ещё недостаточно такой, я недостаточно сякой. У меня очень много отмазок, почему я не хочу пойти и сделать то, что у меня возникло в мозгу. Хотите отношений хороших, углубляйте свои знания об отношениях, как они должны строиться, какие отношения должны быть там равноправные, почему я должна договариваться с партнёром, почему я должна с партнёром постоянно разговаривать, почему мы совместно должны, если мы в паре, решать какие-то вопросы, а не единолично, с чего я решил там за других всё решать, я же ничего не знаю. Но мне интересно узнать и пойти это попробовать сначала на себе хотя бы. Мы очень часто раздаём советы всем другим, но никогда сами не пробуем эти советы, потому что у нас есть отмазки, я ещё недостаточно такой. А вот ты вот достаточно красивая, тебе надо вот выступать на сцене, чтобы на тебя все смотрели, ты хорошо поёшь, иди пой. На себе советы применяем, на себе себя разглядываем в зеркале, какие мы красивые и что нам надо петь, а не вот тем людям. Всё время советуем всем другим пойти и познать что-то, причём сами это не делаем. У нас осознанно мозг 10 в секунду раз просыпается и принимает решения на основе наших каких-то импульсов в нашем мозге. И подсознательно, неосознанно 400 миллиардов раз в секунду. И все эти решения в основном, да, там 1-2 процента, идти и сделать, познать, узнать, попробовать, а остальные отмазки решения не делать этого. Основа психического состояния — это постоянное развитие мозга, постоянно новые знания. Вы держитесь за старые знания. У нас большая привязка к прошлому, к старому опыту. Мы всё время себе говорим, ну я же знаю, как это получится, поэтому я не буду это делать. У меня есть старый опыт, я это пробовал, я видел результат. Это сразу тормозит пойти ещё раз попробовать и получить другой результат. Вот эта вот привязка к прошлому тоже нас постоянно тормозит. Наш мозг начинает укоренять наши эти шаблоны мышления, того опыта, который мы уже получили в прошлом, и постоянно начинает этот опыт подтверждать. То есть наша мысль вызывает чувства и принимается решение. Мы прожили какой-то опыт, он у нас укоренился в мозгу, по которому бегает по солитону электричество, и постоянно мы, излучая эту волну, через фотон и проецируем эту реальность своим убеждением. То есть у нас есть убеждение, мы опыт получили, убеждение получили, мы себе доказали, один раз попробовали, у нас что-то получилось. Это устойчивая нейронная связь в нашем мозгу, постоянно проецируется вовне, до тех пор, пока вы не откажетесь от неё осознанно и не скажете себе, блин, ну это старый опыт, я хочу посмотреть, и как, если я сейчас вот так же сделаю, по-другому получится. Вы держитесь за свою правду и пытаетесь её доказать, даже если это ваша правда вас счастливым не делает, любви вам не даёт, вы не радостны от этой правды, но вы её удерживаете и пытаетесь другим людям ещё доказать, и саму себе врёте и доказываете, что именно эта правда самая правдивая. То есть вы держитесь за свою правду, раз, два, три, получив опыт, но если вы за неё держитесь, вы каждый раз будете получать эту правду, каждый раз эта правда будет проецироваться, потому что шаблон в голове становится более устойчивым, а вы все эти шаблоны, ваши убеждения проецируете вовне. Вы всё время мозгами своими даёте импульс проецировать её вовне, потому что постоянная вот эта квантовая волна исходит с нашего мозга. Мы и наше тело — это квантовая волна, мы даже не материальны, это киношка просто, которая в нашей голове происходит, и нам кажется, что вот этот реальный мир, он реальный. Он нифига не реальный, он поддерживается. Поддерживается фотонами, которые излучает наш мозг. А мозг излучает наши убеждения, наши мысли, наши чувства. Он излучает вовне и проецирует это всё в плотную форму. Но если ваше убеждение, за которое вы держитесь, каждый раз становится более плотной формой, то есть вы никак не можете от этого отказаться. Но если вы себе признаетесь и скажете, что это всего лишь моё убеждение, моя правда, но она не обязательно должна быть такой постоянно, она может измениться, если вы допускаете мысли, допускаете мысли, что ваша старая правда и те подтверждения реальности, которые у вас неоднократно были, могут быть другими, и вам интересно по-другому посмотреть на это. А если я ещё раз делаю, а вдруг по-другому получится, как только вы разрешаете себе ещё раз попробовать, разрешаете увидеть какую-то новую правду, новую проекцию мира, вы увидите новую проекцию мира. Ваше дерево решений всегда принимается на основе вашего старого опыта. Отпускайте прошлое, отпускайте старый опыт и говорите, я ни хрена не знаю, мне интересно сейчас по-новому увидеть. Мы идём в интерес, всё время пробую я. Каждый раз что-то пытаясь сделать, опираясь на старую правду, вы опять то же самое получите. Ну и как только разрешите себе увидеть новое, вы увидите новое. Перестаньте держаться за старую правду. И говорить, ну я же знала, ну я же говорила. Вот прям бейте себе по башке за это. Не надо такое говорить. Ну я же знаю, я, блин, больна синдромом Нострадамуса, я всё знаю, я Ванга. Понимаете? Ну вот как знаете, так и будет. Если вам интересно, как к вам придут деньги, включите просто интересы, перестаньте знать, перестаньте прокручивать в голове те мысли и шаблоны мышления старого опыта, где деньги приходили только от вашей работы, где вы работали на дяде, получали зарплату. Перестаньте вот эти мысли прокручивать, включите интерес, как маленький ребёнок, и скажите себе, божечки, ну мне же интересно, я божечки. Божечки это я и все вы, а не кто-то там. Ну мне интересно, как сейчас ко мне придут там деньги, чтобы оплатить даже тот, блядь, сраный дебильный Нелин аккаунт, в который она переехала, я её ненавижу, сучку драную, как вы там сейчас себе говорите. Ей нужны только деньги. Нет, я хочу, чтобы вы просто взяли сейчас и поэкспериментировали, и просто захотели, и сказали себе, ну мне интересно, мне нет денег, но мне интересно, как они сейчас придут. Хоба, они к вам придут, и я эту реальность поддерживаю своим сознанием, потому что я знаю, что все, кто захочет в новый мой закрытый аккаунт, где будут каждый день эфиры и посты, и там обсуждения, у вас они появятся. Блин, включите просто интерес, но у вас интереса этого нету. Как только вы примите решение наблюдать, как начинают приходить к вам деньги, любыми другими способами, вы начинаете излучать квантовую волну, которая начинает проецировать проекцию новой картинки мира, как только вы включаете интерес познание нового, пойти и узнать, а как это получится, и идти делать действия. Какие действия? Действия, которые поднимают жопу с дивана и хоть что-то начинают приводить вас в движение и приносить радость. Любое напряжение, которое как пружинку в вашей деятельности, в вашей работе, в ваших действиях, в действиях напрягать мозги изучения нового, либо делать что-то телом, любое это напряжение, когда вы его проделаете, то есть добьётесь какого-то результата, напрягаясь, вы получите расслабление, и вот вы как раз получите этот гормон счастья, радости, который и отправляет вот эти вот фотоны, блин, на реализацию ваших желаний и проецирует вот эту квантовую волну с вашего мозга, блин, чтобы у вас всё случилось. Но вот эти вот дебильные отмазки, что я так хочу, я так хочу, но у меня не денег, всё крест на себе поставили. Да, у меня их сейчас нет денег, но это вот прям в эту секунду, в следующую они появятся. Мне интересно, как. Я не хочу сейчас опираться на старый опыт, я не хочу смотреть своё прошлое, я не хочу, мне просто интересно. Включаем интерес и смотрим, а не вот этот негатив выплёскиваем. Вы тут только деньги все собираете, да я пойду там, ну и сиди дальше, ну ты хотя бы просто поэкспериментируй, просто включи интерес, просто попробуй, углуби свои знания в новом. Нет же, блин, зачем? Все наши люди это ресурсы. Мы не можем даже чай попить, пока весь мир не постарается сделать этот чай, не изобретёт кружку, электричество, не построит дома, не вырастет этот чай, не проведёт вам воду, трубы, вообще все эти элементы не создаст, понимаете? Всё настоящее и прошлое, все люди трудились, чтобы вы просто попили чай. Мы без взаимодействия не можем, мы поддерживаем друг друга вот этой нашей волной, издающей от нашего мозга вот эти электрические импульсы, понимаете? Мы не можем вообще никаким образом жить обособленно отдельно. Если вы обосабливаетесь отдельно, вы становитесь раковой клеткой просто в организме, вы начинаете отделяться, ни вас не могут напитать и поддерживать вас, ни вы с другими не взаимодействуете, вы отделяетесь от организма и умираете, потому что в организме нельзя, чтобы клетка отделилась от целого тела. если вам совсем плохо и самооценка ваша на нуле, вам нужно пообщаться, выйти на улицу, встретиться с людьми, там, в кафешке посидеть с счастливыми людьми и нахвататься, воодушевиться их вот этим вот жизнелюбием, жизнерадостным вот этим настроением, и оно вам передастся. Если у вас денег мало, вам нужно общаться в кругу предпринимателей. Очень много сходок предпринимателей, успешных людей, которые постоянно зовут на завтраки бесплатно, они постоянно где-то собираются, тусуются, какие-то тусовки. Вам нужно пойти вдохновиться их вдохновением что-то делать, вдохновением идти вперёд, изучать новое. То есть вам всё время нужно искать, а не обосабливаться, блин, сидеть и пулять вот это вот говно. Но если вы пуляете говно, вы, значит, обосрались, вам нужно пойти помыть жопу, вам нужно пойти на тех людей, которые, ну вот, будут с вами на одной волне, не токсичной волне, да, а той, которую вы хотите. Мы все хотим любви, мы рождены уже с любовью в себе, да, и рождены уже изначально с тем, чтобы любить этот мир, излучать эту любовь в мир. но вы сами насильно себя блокируете от этой любви. Когда мозг развивается, идёт в новое, что-то познаёт, углубляется знание ваше во всём, куда бы вы не хотели бы пойти, что-то изучить, вы постоянно подаёте электрические импульсы. эта квантовая волна от вас, её даже измерить могут сейчас люди, исходит от вас, и вы этими фотонами материализуете этот мир, и вы поддерживаете, вы этими фотонами, этой волной буквально тела чужих всех людей, ну якобы чужих, да, создаёте. Вы любите людей таким образом, то есть излучать вот эту вот квантовую волну, создавать мир вокруг себя, это и есть любовь. Но 99% людей, людей, не людей, 90% действий у многих людей, это не любовь, это разрушение. Если вы видите, что рядом человек развивается, счастлив, улыбается, проявляется, ваша реакция какая ваша реакция? У многих вот сейчас напишите. Затоксичить его, чтобы он перестал улыбаться, убить в нём то проявление, которым он пытается проявиться, в котором он пытается проявиться. Очень много людей выходят сейчас в прямые эфиры, в сторисы, в соцсетях и начинают проявляться. Ваша зависть включается, и вы начинаете поливать его говном, чтобы он был такой же токсичный, как и вы, чтобы он остановился в своём развитии. Но если в вашем поле клетки начнут гаснуть, они не смогут вас питать, они не смогут поддерживать в вас жизнь. Вы убиваете сами себя, убивая других людей, постоянно их тормозя. Какую ты фигню говоришь? Очень часто слышу это в сторис. Да, я фигню говорю, но не убивайте, я, может быть, хочу муть свою выплеснуть, и эта муть мутное болото, может быть, это неправда и ненужная, и вообще это всё фигня, но я свою муть вычерпываю, понимаете, я хочу проявиться и вытащить из себя то, что я знаю, не мешайте мне в этом, я развиваюсь для себя, не мешайте и не нужно меня останавливать в этом, не убивайте во мне вдохновение себя развивать, но как только вы позволите людям развиваться вокруг вас, вы увидите люди, ваши ресурсы, они воспитают, понимаете, они воспитают люди, ваши ресурсы, не только вы сам по себе ресурс, вы как обособленная клетка от организма сдохнете быстро, вы должны вдохновлять и себя, и клетки вокруг, а не разрушать, почему вы разрушаете, трансформируйте свою зависть в том, что, блин, это просто мой почтальон, который уже идёт ко мне, но я нифига не проявляюсь, я не наблюдаю себя, не нахожусь и не понимаю, что я чувствую, я не в себе нахожусь в наблюдении других, поэтому желание у других людей, но это уже мой почтальон уже идёт ко мне, это я своими фотонами, своей электрической волной создала это желание у своего Микки Мауса, но если я уже у него создала это желание и увидела, что у него появилась машина, которую я хотела, у него появился дом, который я хотела, отношения наладились, это моё желание увидеть в нём себя, потому что я нифига в себе эти ресурсы не могу разглядеть, трансформируйте чувство зависти в том, что это ваш почтальон уже говорит, что на подходе ваше желание у вас, но ваша реакция какая, вот мудак, вы просто убиваете эту клетку в своём сознании, вы убиваете поддержание вот этого всего вокруг вашей киношки, да, вот таким образом, а как это перейдёт на вас, как это ваша клетка подпитает, ещё раз про сравнение организма, клеточки там и сосудика, вы там клетка какая-то, да, в теле, и вот сосуд вас должен напитать, принести микро-макроэлементы, наполнить той вашей энергией, которую нужно, да, подпитать вас, и вы видите, что сосуд более великолепный, чем вы, но вы дохлая, вам подпитаться нужно, да, что вы делаете, вы не принимаете от него питание, а наоборот говорите, чтоб ты сдох, тварь, сосуд дохнет, и всё, и вы вместе с ним, зачем вы убиваете этот мир, если он сделан из вас, весь мир это проявление вас, каждый человек это ваше проявление, это ваш мозг создаёт всех этих людей вокруг, он создаёт всё, что у вас есть вокруг, вся эта киношка, это создание ваших электрических импульсов в вашем мозгу, так какого хрена вы убиваете всегда сами себя, все ваши желания, все ваши желания абсолютно, они приходят через людей, через людей, чтобы ваша машина у вас появилась, нужно столько людей, чтобы они её изобрели, сделали краску, колёса, блин, там, я не знаю, что, двигатель, чтобы это завод построили, на заводе должно быть электричество, вода, это всё нужно подвезти, сделать, это же сколько умов трудилось, чтобы исполнить ваше желание, умов трудилось, людей, а вы пошли они в жопу все, вы не можете машину получить, пока весь мир не потрудится её для вас сделать, и как минимум продать, и дать вам работу, где вы сможете сгенерировать свою энергию, материализовать их в машину, в деньги, смотря какие цепочки вам нравятся, такие вы, как творец, и выдумываете себе, голова болит каждый день, может ли из-за того, что твёрдо решила изменить много в жизни, конечно, подсознание сопротивляется, нам ничего не надо менять, мы не можем старое поменять, мы можем ковать только новую жизнь, здесь и сейчас, делать новые действия, отбросив весь старый опыт, всё прошлое, мы менять не можем ничего, прошлое в прошло, мы не можем пойти в прошлое поменять, мы можем хреновертить только настоящим, в него постоянно, вот с сегодняшнего дня, с чистого листа начинаем жить, чё я хочу? Я хочу пройти, пробежаться, я хочу пойти поприседать, сделать зарядку, лежать на валике, я хочу пойти помыть голову, хочу сделать спа, хочу там свечки зажечь, натереть себя после кофе кофейными этими штуками сделать скраб, я хочу жить сейчас, хочу почитать книжку и начать делать то, что вы хотите сейчас, с сегодняшнего дня, вы проснулись, вы заново родились. Что вы хотите поменять? Вот эту киношку, бесполезно менять киношку, мы меняем сначала наши мозги в голове, а как их менять? Только принимать решения здесь, сейчас, новые решения, которым мы хотим пойти что-то и сделать, что-то познать, что-то выучить, что-то увидеть, что-то услышать, углубить свои знания, те, которые мы уже умеем ещё глубже, и только тогда вы начнёте восстанавливать своё психическое расстройство. Здоровая психика — это постоянное развитие мозга, это не развитие внешней картины мира, это не развитие внешних отношений с деньгами, с человеком, с работой, это развитие внутри, вот здесь, в вашей коробочке. И только это развитие даёт вам психическое здоровье, которое уже вовне со здоровым телом и со здоровыми отношениями, со здоровой картиной мира, которая вам нравится. не надо переделывать внешний мир и менять своё сознание, вы просто начинаете его изучать заново, сейчас. Мы ничего не меняем, менять невозможно. Каждый миг новый, вы просто его принимаете с благодарностью и изучаете его. менять без изменений. Если хочется что-то делать, но я стесняюсь, надо просто делать и всё, во всех вопросах убирайте вопросительные знаки и ставьте восклицательные, и вы всегда получите ответ во всех своих вопросах. Задавайте себе развернуто вопросы, прям развернуто-развернуто, и тогда у вас будет очень развернутый ответ и восклицательный знак всегда во всех своих вопросах. Наш мозг всегда даёт нам ответ каждую секунду во всех ваших вопросах. Что делать? Такой вопрос не надо задавать. Что делать? Мы не знаем, что делать, мы по импульсу живём. Когда мы знаем, всё, синдром Ностердамуса, мы это уже, значит, пробовали, это уже старый опыт, там нового нет, нет развития тех электрических импульсов, вот того, той энергии, которая воплощает вот эту любовь, внешнюю картинку мира. Я не знаю, что делать, но мне интересно узнать и попробовать. А пофиг чё. Вот живите так, это будет классно. Да, вы можете писать списки желаний, можете писать цели, но придумывать цепочку их выполнения не обязательно. Пишите для вдохновения, чтобы вы знали, чего вы хотите. Ну как этого достичь? Лучше не стоит делать, а наблюдать с интересом.